Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Я немножко приболела, не знаю, слышно ли вам по моему голосу. У меня насморка нету, именно болит горло и я кашляю. Поэтому время от времени я буду кашлять, а потом эти моменты буду вырезать. У нас сегодня долма, или как правильно по-русски, голубцы из капусты. Приготовила я их сама. И вы знаете, что я думаю? Некоторые в комментариях мне пишут, Айка, ты не умеешь готовить. Какой ужас! Женщина должна уметь готовить тебе уже сколько лет? Вот я читаю подобные комментарии. Вот когда я что-то готовлю, я понимаю, насколько это все просто. И как люди просто утрируют этот момент. Сейчас настолько много туториалов, настолько много всяких сайтов с рецептами, где поэтапно все показано, все рассказывают, до всех мелочей. Это просто... С первого раза любой блюд у вас получится. Почему люди считают, что это огромный минус, то, что ты не умеешь готовить? Для меня вот это немножко не доходит. Я не знаю, вы видели подобные комментарии или нет, но я частенько вижу у себя на канале, что вот, Айка, ты не умеешь готовить, да кому ты будешь нужна. Я бабки зарабатывать умею. Если надо, я могу ей что-то приготовить. Как вы знаете, моей мамы дома нету. Все это сделала я. Просто сейчас благодаря YouTube можно научиться абсолютно всему. Хочешь вязать, пожалуйста, туториалы. Хочешь делать сумки, продавать их, пожалуйста, видео. Абсолютно бесплатно. Ты можешь научиться чему угодно. Обожаю вот этот десерт. Это просто моя любовь. Взяла сразу два с персиком. Ой, какой персик. С апельсином. И с клубникой. С клубникой сразу открылась, ела. Обожаю. Если вы не пробовали, обязательно попробуйте. Это очень вкусно. Сегодня прекрасный день. Несмотря на то, что я болею. Реально, я безумно рада, что на моем канале стукнуло 300 тысяч подписчиков. Безумно благодарна каждому, кто нажал кнопку подписаться. Для меня 300 тысяч. Это не просто очередная цифра. Дело в том, что есть блогер. Я ее смотрела. У нее было 220 тысяч, а у меня ни одного подписчика. Я смотрела ее. И всегда думала, блин, я тоже хочу быть как она. Не буду говорить, кто именно. Возможно, вы угадаете. В общем, сейчас у нее 298. Или 299. И, в общем, когда у меня стукнуло 300, я поняла, что я ее обогнала. Конечно, это все фигня. Она снимает совершенно про другое. Она не снимает мукбанки. Она просто после отключения монетизации начала очень редко снимать. Мне просто интересно, вы угадаете, кто это или нет, кого я могу смотреть. То есть, это тот человек, который меня смотивировал. Сейчас я уже смотрю ее все реже и реже. У меня вообще всегда так. Когда блогеры начинают выпускать видео слишком редко, я начинаю искать замену ему. Того человека, который выпускает видео почаще. И уже потихоньку привыкаю к этому человеку. Это то же самое, знаете, как парень начинает вам реже писать. И он думает, что сейчас она начнет за мной бегать, а вы просто теряете интерес. Просто находите человека, который вам начинает писать очень часто, звонить и так далее. То же самое с блогерами. По крайней мере, у меня точно. Когда блогер начинает мало выпускать материала, как-то становится неинтересно. Пусть даже выходит не очень интересный материал. То есть, не обязательно, чтобы каждый влог был такой супер насыщенный, супер интересный. Но какой-то материал должен быть. Конечно, хочется мыслить позитивно и так далее. Но, если честно, я не верю в то, что на этом канале у меня будет миллион подписчиков. Могу объяснить, почему. Людей, которые любят смотреть мукбанки, не так много. Я исключаю сейчас всех этих корейских блогеров, потому что они снимают без слов. То есть, их смотрят из всего мира. И в таком случае, естественно, можно набрать миллион, тем более у них и качество другое, и едят они намного больше. То есть, понятное дело, что у них вообще другой уровень. Надо это признать. Но это не значит, что я буду запрасывать этот канал. Я буду продолжать снимать для вас интересный контент. На 300 тысяч обязательно будет видео. Вы знаете, я даже хотела сегодня заснять. Я позвонила, уточнила то, что я хочу. Непонятно, это получится или нет. И это нужно заказать. Заказать и в течение где-то двух-трех дней это все приготовят, организуют и привезут мне. Конечно, можно заказать просто какой-то тортик, где написано 300К. Но мне кажется, это будет слишком банально. Я хочу что-то реально интересное. Поэтому Мук Панк на 300 тысяч. Я просто не ожидала, что так быстро стукнет 300 тысяч. У меня у меня было 299. И не хватало еще тысячи человек. Я думала, где-нибудь это по 200, по 300 будет подписываться. У меня как бы в запасе есть где-то 3-4 дня. Так получилось, что я в Мукбанке сказала подписывайтесь всем, добейте мне 300 тысяч. И как бы все сразу подписались. Я резко так обновляю страничку и вижу, что у меня 300. С одной стороны радость, конечно, но с другой стороны надо что-то придумывать. Я придумала где-то через 3 дня. Будет готовое видео. По идее, можно было снять это видео, оставить, как 300 тысяч будет так сразу его опубликовать. Но тогда это были бы неискренние эмоции. Лучше, когда реально на твоем канале в 300 тысяч, вот после этого снять и выложить материал. Я немного тихо говорю. У меня болит горло. Я еще, прикиньте, своего инструктора заразила. Мы просто в одной машине находимся, в замкнутом пространстве. Поэтому она тоже заразилась. Уже подруга должна была с ночевкой прийти. Я ее предупредила. Я говорю, я не обижаюсь, если ты боишься заразиться и каждый день идти на работу. Плюс она контактирует с детьми, она учительница. Поэтому ей лучше быть здоровой. Ну как лучше, ну да. Она учительница английского, и я ценусь, она так круто. Круто в том плане, что дети там, не знаю, на какие-то праздники приносят какие-то шоколадки. Пишут какие-то крутые сочинения про свою учительницу. Не знаю, мне кажется, учительница это прям прикольно. Она, знаете, такая умеет вот класс прям подчинить себя. Мне кажется, если бы я была бы учительницей, просто все бы издевались надо мной. Каждый как может. я бы сто процентов не смогла бы всех посадить на место. А дети сейчас тоже пошли очень сложные. Мне кажется, даже не то, что дети сложные, родители слишком оправдывают детей. Низкий поклон всем учителям. Если меня смотрят учителя, отпишитесь, пожалуйста. Мне кажется, в наше время, как говорили наши родители, вот в наше время, родители как бы всегда нам говорили, что учительница права, надо подчиняться. надо слушаться. А сейчас как-то всем детям, мне кажется, внушили, что ты личность, отстаивай свои границы, да кто она такая, она не имеет права. И это плохо. Потому что учитель должен быть авторитетом для ребенка. Я не думаю, что какой-то учитель будет специально заваливать ребенка из-за каких-то своих целей. Наоборот. Если педагог видит, что ты стараешься, у нас в универе так было. То есть учителя были очень понимающие. Если они видят, что ты реально стараешься, они где-то даже повыше оценку поставят. В общем, круто было. Я вот вспоминаю своих универских учителей только с позитивом. 9 штук было. Я думала, не съем. Изначально слишком много позволяют детям, мне кажется. Хотя, возможно, у меня нет детей, и я буду думать иначе. Ну, например, дети моего брата, они воспитываются так же, как воспитывались мы. И мне очень нравится понятие взгляда на жизнь, на поведение. Но, возможно, это еще связано с тем, что жена брата, она педагог. Она знает, как правильно направить ребенка. Я поела, наелась. Было очень вкусно, особенно то, что приготовила я сама. Всех люблю, целую. С вами была Айка.